привет меня зовут ксения и сегодня я хочу поговорить с вами на такую тему что такое внимание и про вот концентрацию внимания как управлять своим вниманием и чем отличается мужское внимание от женского почему мужчина достигать цели намного проще ну пожалуй начну самого последнего что такое вот мужское внимание женское чем он отличается внимание это вообще то куда мы отправляем свое вот мысли взгляд вот как бы то куда мы смотрим в это место вода то есть куда направлено ваше внимание туда идет вашей энергии туда идут принципе все ресурсы которые есть вас и мужское внимание но четко и всегда концентрировано направлено в одну точку то есть если мужчина ставит для себя какую-то цель пока он ее не достигает все его внимание большую часть его времени он направляет именно в эту в эту цель в эту в эту точку и он естественно ее достигает быстрее потому что он отправлено отправляет на в эту цель больше энергии он тратит на нее больше времени у него постоянно выстраиваются такая цепочка что сделать что меня приблизит к этой цели как планировать свой день свою неделю свой месяц для того чтобы вот к этой цели дайте быстрее да то есть чтобы она реализовалась чтобы она была уже его чем отличается женское внимание и почему вот давая одно легкое простое упражнение про которое расскажу в конце этого видео женщинам очень сложно или выполнять потому что им сложно концентрирует свое внимание своего рода в одном в одном части до природа заложила уже в женской структуре такую функцию как многозадачность то есть распределять свое внимание в разные сферы жизни и сразу в разные дела это нам выгодно теме в те моменты нашей жизни когда например у нас есть маленькие дети она же женский организм природа создала таким способом чтобы женщина смогла дать продолжение и когда у нас есть маленькие дети вот в этом в этом вот время до жизни очень нужна эта функция распределять свое внимание делать это многие мамы со мной согласятся когда они одновременно контролируют что делает ребенок готовят обед запускают стирку могут еще при этом разговаривать по телефону с подругой или с мамой или еще и параллельно чем-то заниматься или еще там например слушать какое-то видео с ютуба или просмотр там каких-то интересных телепередач и все они успевают это делать одновременно то есть концентрация ваше внимание не в одну точку а сразу на нескольких можно сказать до акцентов на несколько точек да то есть такой сразу раз фокус рассеянный для того чтобы достигать свои цели да и они были например быстрее достигались да и не было вот этого нервоза там как бы будет она не будет эта цель вам нужно учиться концентрировать то есть управлять своим вниманием когда вам надо вы можете его рассеивать вот на большую область своей жизни но когда вам нужна какая-то цель четко понимаете что все о чем вы думаете в голове это является все время точкой а куда отправляет вашим ну фокусом вашего внимания туда идет ваша энергия то есть по сути все мысли в голове по какой-то степени вы пытаетесь понемножку реализовать знаете с той поговорки да бойтесь своих желаний потому что они могут имеют такую функцию сбываться поэтому вот женское внимание но так вот сильно расфокусировано потому что если бы она была также целеустремленно направлялась вот с такой же силой с такой же энергии как у мужчины вы представляете сколько мыслей и вообще страхов и всего ненужного бы сбылось в сравнении рядом с тем же хочу которое вы хотите поэтому своего рода вот это вот расфокусированное внимание оно у нас женщин даже я бы сказала спасает от каких-то не выгодных для нас целей для того чтобы ваши цели которые вы действительно хотите и вы знаете уверенно что вы хотите эту цель достигнуть вы должны четко и сформулировать да описать представить виде картинки пропустить через все органы восприятия то есть это вижу слышу запах обаяния да ну вкус я думаю что здесь необязательно хотя можно и вкус добавить генестетически то есть например четко там вы чего-то хотите например новую машину как она выглядит то есть вы ее видите глазами да как вы ее увидите что вы услышите когда она будет ваша например звук мотора да там или любимую песню вы поставите сразу что что вот запах какая будет например пах нючка там висеть у вас в машине какого вас будет телесное ощущение у вас в этой машине что вы будете чувствовать и ну естественно так же не забудьте представить техпаспорт или что где четко написано что машина именно ваша и и думайте про эту машину чаще вот когда чем-то занимаетесь или только вы чувствуете в себе вот что-то усиливает еще нашу нашу внимание наш концентрацию внимания дает туда вот что именно энергию дает это эмоции когда вы чувствуете себя в таком подрывном состоянии эмоциональном то есть ресурсом да когда вы чувствуете что у вас много энергии вас есть эмоции какие-то представляете в правом верхнем углу если вы правша если левша в левом углу четко ваши картинки и в этот момент вместо того чтобы думать про что-то вообще не нужно и непонятные какие-то мысли которые летают в голове вы вот так вот собираете свое внимание отправляйте на эту картинку для того чтобы вам сделать это было проще я рекомендую такую технику каждый день учиться собирать свое внимание в одну точку вы можете взять ручку или еще какой-либо предмет или просто выбрать какую-то точку я не знаю там на обоях вообще в вашем пространстве что угодно и в течение одной минуты вы можете даже поставить таймер на телефоне смотреть в эту точку и думать только про точку вот учиться отключать все мысли которые будут то знаете как они будут так налазить налазят там какие-то пробегать в их так раз раздвинули и голове должна быть той мысль только про точку вот смотрите на точку и все у вас больше никаких мыслей в голове должны быть там ручка не знаю что это там не важно что вы смотрите только туда Когда вы научитесь концентрировать внимание свое на одну точку, тогда можно перейти к более глубокой тренировке своего внимания. Выбирайте любую картинку, но не сильно для начала такой сложности, или вот какую-то картинку, в которой она четко видна, какие-то фигуры, она яркая, красивая, красочная. Можно даже пляж какой-то красивый выбрать, или какой-то курорт, куда вы хотите попасть. Также смотрите в течение минуты, вы смотрите на эту картинку. Сначала минуту, вот вы на нее смотрите, вы ее изучаете. Можно даже поделить это, например, 30 секунд вы смотрите на картинку, вы ее изучаете. Потом закрываете глаза и 30 секунд вы ее представляете, вот визуализируете уже с закрытыми глазами. Вы четко пытаетесь вспомнить, где какой предмет стоял, где, например, дерево росло, где шезлон лежал, как море начиналось, какого цвета и все остальное. Потом открываете глаза, еще 30 секунд смотрите на эту картинку, потом закрываете глаза, еще ее так визуализируете. Так можно проделать даже до трех минут. Даже если вы будете делать это упражнение хотя бы одну неделю, потому что нашим мозгом легче всего договориться на какой-то срок, на срок хотя бы какой-то небольшой, неделя, две, три, хотя бы какое-то время вы будете это делать, вы уже почувствуете, что ваше внимание вы можете управлять, что если куда-то убегают ваши мысли в непонятное направление, или вы начинаете думать про то, что вам невыгодно думать, вы его можете, свое внимание, забрать и отправить в ту цель, куда вам выгодно. На сегодня я думаю все, если мое видео вам было полезно, ставьте лайк, для меня будет это сигналом, что вам полезно то, что я вам рассказываю, и буду записывать для вас новые видео. Также если вам интересно, вы пишите свои вопросы, ниже под видео есть ссылочки в контакте, в фейсбуке, в моей страничке, вы можете в личку писать. Если вылаживать, я буду снимать про это видео, автор остается анонимный, поэтому вопросы можете писать даже те, которые вас очень-очень беспокоят. Также подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в контакте и в фейсбуке, будем с вами на связи. Сегодня все, пока!